Стоимость реконструкции улицы Выйду-Йоксу составила порядка 1,7 миллионов евро. При этом надо понимать, что речь шла не о ремонте дорожного покрытия и даже не о классической перестройке уже имеющейся дороги, а фактически о строительстве совершенно нового дорожного объекта. Уже просто потому, что улица Выйду-Йоксу никогда не была полностью выстроена до конца. И здесь пришлось создавать с нуля канализацию, освещение, пешеходно-велосипедные дорожки, ландшафт всей этой улицы, не говоря уже про саму проезжую часть. Поэтому это действительно масштабные работы. Пусть улица Выйду-Йоксу не является магистральной, она играет очень важную роль для квартала Ликури, она играет важную роль для родителей, чьи дети ходят заниматься в клуб Аякс, она играет важную роль для жителей Ласнамея, если они хотят пешком попасть из микрорайона Пая в район Певческого поля. Так что эта улица, помимо своего исторического значения, она, напомню, находится на территории бывшего ипподрома, который еще в царские времена был здесь построен и который лишь в 20-х годах, 20-го века прекратил свое существование, но и выполняет действительно важную транспортную функцию как для автомобилистов, так и для пешеходов. Мы надеемся, что местные жители оценят то, как эта улица была оформлена. И надо признать, что на этом работы в этом квартале далеки от завершения. Уже в ближайшее время здесь начнется строительство велосипедной и пешеходной дорожек, которые пересекут пустырь Курепылу. Так что новые работы не за горами и желаем всем безопасного движения. Детям понравится бегать по такому новому асфальту. Я думаю, и водители, и пешеходы, и все люди, кто тут живут, они должны быть довольны. Потому что это сравнение с другими объектами может быть не самый большой объект, но здесь сделано все как положено. Под землю поставлены трубы, электричество. Потом мы меняли все лампы, сделали пешеходные переходы, повысили их и покрыли асфальтом. Новые скамейки и совсем как будто новый парк. После этих ремонтных дорог люди довольны, кто тут живут и кто люди здесь ходят. Но это, конечно, не самый большой объект в Лас-Наме. В следующие годы сейчас идет проектирование Петербургского шоссе. Так что я думаю, это будет на следующие четыре года самый большой объект в Лас-Наме. И, конечно, продолжаем работать с внутриквартальными дорогами. Я думаю, что скоро дороги Лас-Наме внутриквартальные, большие дороги будут в очень хорошем состоянии. Продолжение следует...